Дорожный просвет Люди пишут, а мы цитируем Друзья, спасибо, что вы пишете Многие уже знают номер нашего СМС-портала Для тех, кто не знает, сообщаем 5533, короткий номер В начале СМС, пожалуйста, слово «МАЯК» Телефон прямого эфира 728-7171 Код Москвы-495 Ну и на сайте radiomayak.ru тоже мы ждем ваших вопросов, друзья Программа «Дорожный просвет» с Анидом Головановым Отвечаем на ваши вопросы о машинках А я хотел бы сначала задать вопрос Вот у меня новость, не могу найти, к сожалению Но по памяти скажу, что правительство выделило По-моему, 271 миллиард рублей Я же рассказывал, что такое В очередной раз на поддержку Я же рассказывал, что это такое Это просто правительство пытается вернуть те деньги Которые оно сейчас забирает В виде так называемого утилизационного сбора А, нет, ты это рассказывал Но мы не ощущали это А теперь это в новостях уже появилось Это оно И дай бог, чтобы это сработало Чтобы автомобили российской сборки не подорожали Да, но надо напомнить Для тех, кто не слышал Когда мы говорили про это Что Леня рассказывал, что у нас утилизационный сбор Вводится и для российских авто И по-хорошему они должны вроде были бы подорожать Но видите, какой финт ушами делает И правительство, и автопроизводители наши Они потом возвращают в качестве финансовой помощи Субсидируют Никто из автопроизводителей Вот все, с кем я говорил Все молчат, делают круглые глаза Никто не знает, как это будет работать Но хитро улыбаются Ну, они не хитро улыбаются Ну, а что делать-то? Слушайте, друзья, простите Ясно, спасибо большое Мне кажется, наша программа прошла некий цикл Вот люди, которые год назад писали Спрашивали, волновались Вот они уже купили машины все Это все больше и больше вот этих смсов Ура! Купили Тигача! Тигача, это Тигуан, видимо Бензин 2 литра, прекрасный белый салон Полезная информация с тем, кто будет ставить машину на учет Прекрасное отделение в Бутово Электронная очередь Вежливые сотрудники ГИБДД Не, я серьезно, просто молодцы, Саня Москва А, кстати, вот в Москве, правда В ГИБДД, когда ставишь машину Все так чинно, аккуратно Нет, вообще Выезжаешь за МКАД И попадаешь в царство сатаны опять Бутово за МКАД Не Бутово, а Бутово Бутово за МКАД Нет, я просто тут в мальчиках ставил машину И это 5 часов заняло А должно быть по нормативам, по-моему, час Вот, кстати, пишут Машина с задним приводом тоже уходит в сторону при старте Почему? Нет, ну потому что, как правило Одно из колес раньше начинает пробуксовывать И поэтому автомобиль смещается Просто в случае с... Вот чем плох задний привод? Тем, что при этом машина уходит в занос У него она начинает уводить корму И это гораздо... Это заставляет тебя сбрасывать газ А в случае с передним приводом Да, у тебя передок Ну хорошо, он пробуксовывает Ну да, он вытаскивает тебя Ну да Снос в данном случае гораздо безопаснее заноса Именно поэтому, когда в ралли В автоспорт российский пришли восьмерки В середине, ну во второй половине восьмидесятых Они моментально вытеснили жигули Потому что восьмерки просто были быстрее Понятно Давайте уже приступим к вопросу Вот смотрите От Александра из Москвы Почему так ругают инфинити С подключаемым передним приводом А вот BMW не ругают Не, ну почему Ругают Вы не волнуйтесь, ругают Объясняю почему Потому что это муфта Про которую я рассказываю Которую подключает передок Ее можно конструктивно сделать по-разному Заложить в нее То есть у каждой муфты есть некий Во-первых, предел передаваемого крутящего момента А во-вторых, некая выносливость Потому что когда муфта пробуксовывает Да, там фрикционы работают в масле Температура растет И, соответственно, вы как инженер Как разработчик Можете заложить тот или иной предел выносливости Так вот, в BMW В узел X-Drive Который выпускает фирма Zanrad Фабрик немецкая Заложен хороший запас надежности И поэтому вы можете в BMW Выехать на ледяное озеро Отключить систему стабилизации И в полноприводных скольжениях Фигачить там, да Час И ничего машине не будет А вы выезжаете на Infiniti И через 5 минут у вас Муфта перегревается И отрубается привод на передние колеса вообще Потому что там запас, увы, другой заложен Вот так вот Интересная смс-ка из республики Татарстан Первая на маяк присланная Citroёn DS4 Девушка? Нет, не факт Мне вот DS4 понравился тем Что это вполне ездовой автомобиль Тем, что это вполне такая жесткая Собранная подвесочка Несмотря на высокий дорожный просвет И нет Я знаю мальчиков, которые ездят и довольны Так что Не обязательно девушка Вот так-то Ну и на девушке тоже ничего Давайте, может, телефон Давай телефон возьмем Алло Алло, да Здравствуйте Здравствуйте Господа, у вас с старшими праздниками Все такое Леонид, у меня вопрос такой Да На данный момент Мою задницу возят на Nissan Tiani Так И я мимо проезжал по Волгоградке И увидел Escalade Кадиллак Вы понимаете о чем, да? Так, ну конечно Ну Волгоградка, ты понимаешь о чем Вы знаете, дело в том, что я понимаю, сколько он стоит в обслуживании Сколько понимаю, что он стоит Но как вы скажете о том, что вообще Escalade Это вообще реально, нет? Потому что у меня отдача и все такое И в общем, вот так вот Ну, нет, во-первых, ну конечно это реально Хотя я вот лично не сторонник больших американцев Тем более в городе В этом есть определенный кайф Да? В обладании таким автомобилем И в его вождении Этот булькающий звук V-образной восьмерки Эти габариты Этот там пустой руль и так далее Но сейчас, как мне кажется Покупать Escalade Потому что, вы знаете, да? Грядет новая машина Да, в теме, в теме, в теме немножко Вот Мне кажется, она будет Гораздо лучше Хотя бы потому, что Это вот там Наши ожидания Хотя бы потому, что Новый Кадиллак АТС, например Оказался великолепен на ходу Намного лучше, да? Слушайте, ну он как-то ниже Он какой-то, знаете, такой пристегнутый Я не очень говорю Я хочу, чтобы у меня большая была машина Вот, вот Если, да Если вам нравится этот Потому что, понятно, да? Вы его купите надолго Скорее всего, да? Да, да Потому что автомобиль достаточно надежный Ну, на три это не надолго Это не надолго Это не надолго, да Не, не, это не спешно На самом деле, понимаете Мне нравится, чтобы я кто-то возил мою задницу Я же иногда куда-то перемещаюсь Задницу можно возить на чём угодно Нет, я не хочу на чём угодно Это моя задница Вы капризный Сложно спорить с этим, понимаете? Как-то вы слишком много внимания своей заднице уделили И вообще, почему вы от неё абстрагируетесь? Её нужно возить Если вы приходите в магазин И там есть бумага туалетная Которая со всякими запахами Имейте, что гей подбирать Кваши тоже задницы Вы её покупаете Ошмар какой Такий страх Ты ответил человеку на вопрос? Ну, вообще нет Тогда послушайте Ответил Сам я буду ездить в нормальной машине Нет, эскалейт вполне можно сейчас купить Но со скидкой Надо давить на дилеров Говорят, ребят, вы продавите вообще А потому что накануне новой машины, да? Ну падайте А это реально их продавить надо? Конечно А что надо говорить? Вот это и говорить Ребят, всё, да Машина сходит со сцены А, всё Вот, вот, вот Формула Машина сходит со сцены Мне быть благоден, что я покупаю Это старьё у вас Я думаю, что, знаешь Этот человек придёт в автосалон Будет, знаешь, как давить на дилеров Посмотрите на мою задницу И вот это ваша машина будет возить Это чудо Этот бриллиант моего тела Уже, давайте не будем больше про это Дивная смс-ка пришла Дивная Из Москвы Вот всё-таки сколько людей Романтичных, прекрасных Удивительных вокруг нас живут А то Муж Муж Сделал романтичный подарок Рывковый трос с грузиком Вместо подвески Наталья пишет Руки всё не доходит разобраться С принципами его действия Может, Леонид в курсе Наталья Москва А кто же такой рывковый трос? Рывковый трос с грузиком Но муж сделал подарок романтичный На Новый год Это что такое? Это трос для буксировки? Скорее всего Рывковый трос с грузиком Это чтобы с моста прыгнуть И всё, и до свидания Наташ, простите нас Но мы не знаем Лёнь, надо выяснить Пожалуйста, в следующей программе Будь другом Ну, хорошо Наташ, в следующей программе выясним Расскажем вам, что за И зачем вам муж А может, у него спросите просто? У мужа? Ну, поинтересуйтесь деликатно После такого подарка она выгнала Может быть, это какая-то Эротическая такая, так сказать Игрушка, может быть Это не для машины, Наташа Это вовсе не рысковый трос И это не грузик, кстати Простите Что-то мы сегодня Игриво слишком начали Молния, огонь, пожар Ну и ещё всё возможное Всем привет Расскажите про BMW 5 Дизель 2.0 Полный привод Не X5 Стоимость владения Какие плюсы и минусы Слабые места Спасибо, кузов F10 Ну да, это новая Новая пятёрка Именно вот как раз Видите, полноприводные берут И правильно делают Да, потому что Вполне И цены нормальные Сейчас на эту машину Минусы Если вы думаете Что эта машина Даст вам много драйва То нет Это не трёшка И не там X1 И не единичка Эта машина Спокойная Такая, да Ближе по настроению К Мерседесам Вот Не, ну шоу О, Мерседес Мерседес Это нормальный Хороший автомобиль Вот Так что Вполне рекомендации Именно дизель А вот смс Мы любим такие Сейчас же Где она Стою на коленях Пред вашим милосердием Выбираем Из CX5 2.4 бензин И Соренто 2.2 дизель Помогите Это ты культивируешь Вот эти Нет Ну просто если люди Действительно С искренним удовольствием Слушают нашу передачу И с ним стоят на коленях Почему бы Не давайте Соренто или кто Значит Сейчас CX5 2.4 бензин И Соренто 2.2 дизель Помогите Вот они выбирают Ну вот Это Mazda CX5 Mazda CX5 2.4 бензин И Соренто 2.2 дизель Да Вот я Как ни странно Наверное Выберу Соренто Ого Да Вот Потому что Он за сравнимые деньги Он будет чуть подороже Но на самом деле Немного Но это уже Ну не то что автомобиль Более высокого класса Но он больше Он просторнее И он едет Блестяще Совершенно Ничуть не хуже Чем Mazda Вот Поэтому Тут вот так Если хочется Больше Драйва Тогда Mazda Да А Если Нужно Солидности И такого Наверное Комфорта То Как ни странно Соренто Спасибо Молния Еду в салон Вносить предоплату За Peugeot 508 Дизель 2 литра Полная комплектация На тесте Понравилось Не зря еду Мотор надежный А Мотор надежный Одноклассников Подобной комплектации С такой ценой Не нашел Это правда Это правда Вот 508 Сейчас очень хорошее Предложение И там в общем-то И дизель хороший Это хороший автомобиль Он будет радовать Он очень хорошо едет Единственная проблема В том Что продать его Потом будет Очень сложно Почему Если он хороший Такой Это Вот Автомобили Peugeot Всегда Отличаются Большим Относительно Других Там Тех же Японцев Снижением Перепродажной Стоимости И 508 Это прямо То что называется Англичане Чем-то же Это обусловлено Почему французы Сильно там дешевеют При вторичном На вторичной продаже А японцы Например нет У нас У нас удивительное Вот Например Я ездил Когда на 406 Я его бросал Всюду Потому что Я был уверен Его не угонят Автомобили Peugeot Не угоняли у нас Никогда Практически Там Угоняют Мазды Угоняют Хонды 46 Который был Прекрасным Автомобилем Особенно За свои деньги Никому Не был Нужен Есть Вот такое У нас В народе Такое Недоверие К французским Машинам И даже И даже Вот когда Автомобили Удачные Есть Есть Некоторые Пренебрежения В народе Конечно Французика Понятно Французик Вот Поэтому Ребят Просто Понимайте Что потом Вы При перепродаже Потеряете Гораздо больше Но Зато Сейчас По соотношению Цены Там Ездовых Свойств Качества И так далее Это удачное Давайте возьмем Телефон Алло Алло Пожалуйста Представьтесь И выступайте Здравствуйте Меня зовут Виталий Я бы хотел Узнать По поводу Машины Старекс H1 Угу Прибавление Семье Да Поэтому Мне нужно Чтобы Четырех детей И себя Женю На ней водить Вот Как Еще подскажете Подскажете По H1 И кто В этом типе Можно найти За такие же Деньги Ну Найти Найти Можно Конечно Там Да Есть же И Там Тот же Volkswagen Транспортер За Там Ну Он будет Просто дороже Да H1 Стоит Я так Думал Порядка Полтора Полутора Миллионов Полноприго Дизель А Транспортер Стоит Не так Скромно Да Есть например Такой Автомобиль Как Саньонг Ставик Новый Да Который тоже Где-то Причем не нужно Покупать его С полным Приводом Именно там Обычный Заднеприводный Который стоит Миллион С небольшим Новый Но Но при этом Старекс Который Можно взять Там Я так Понимаю Тысяч За Семьсот Восемьсот Подержанный Будет Отличаться Очень Высокой Надежностью И Это Хорошая Машина Ну То есть В принципе Если я про Новый Говорю Если Новый Это Новый Да H1 Это Хорошая Машина Это Хороший Вариант Наверное Один Из Лидеров По Соотношению Простора Стоимости В эксплуатации Надежности Нет Там нормально Друзья 5533 Извини 5533 В начале Смс Это наш смс Портал Пожалуйста Пишите Ну и звоните 728 7171 Друг Предложил Ауди А4 1.8 Турбо 2004 года Автомат За историю Уверен Какие С ней Могут Проблемы Киа Магнетис Автомат Как альтернативу Можно рассматривать Спасибо Влад Калина Ну Рассматривать То можно Но Магентис Труба у него пониже Да Абсолютно И дым Абсолютно Ажиж Да Но Сауди Понятно Особое внимание Мотору Потому что Моторы эти Были проблемы Они жрали масло И так далее И нужно узнать Меняли Поршневую Не меняли Что было Вот Ну и так сказать А в остальном Все Все обычно Надо переслушать Наш программ Представляет Я буду покупать машину Я же Запутаюсь Если я вот Выучу даже Что Леня говорит Приду к человеку И так скажу Надо Там у вас Это масло Пошневое Жрали Хотите масло пожрать В общем будете масло Давайте вашу машину Анкор Вот Мне кажется Человек сидит Может быть С кроссвордом А может быть ЕГЭ заполняет И хочет нас проверить Давай Дима из Пермского края Готов Давай Я тоже готов На Октавии Балка или многорычажная подвеска Сначала Толя Ну тихо Сначала пусть Толя ответит На Октавии Да Ну смотрите Если из Польши пришла То балка Если из Польши Да А так вообще Тут А если из Сызрани Тоже Тоже балка Лёнь а твой ответ Ты почти Ты почти угадал Понимаешь Поняли Давай Да Это зависит от мотора Ха Из своего ответа Правильное было Только слово Это зависит На моторах 1.2 Это 1.4 Это балка Балка А 1.8 Это многорычажка Я так Да Абсолютно Записывайте Что купить Фокус или Астру Всё на автомате Вопрос жизни и смерти Умоляю Встал Поел Кофе сделал Астра В принципе Это одноклассники Но Астра Это Более комфортный Автомобиль В первую очередь По подвеске И там Всё-таки Если вы Будете брать Машину С автоматической Трансмиссией То там Обычный Гидромеханический Автомат А Фокус Автомобиль Более драйвовый Он Вот Мне лично Очень нравится Ну и коллегам Моим всем По управляемости Но там Робот С двумя сцеплениями Который Всё-таки Не столь Надёжен И не столь Плавен В работе Как автомат Понятно Вот Выбирайте Сами Айзек Азимов Кайфанул Там робот С двумя сцеплениями Который Не очень надёжен Послушайте А вот смотрите Во-первых Странно Что мы не сказали Что КамАЗ Выиграл Ну вернее Команда наша На КамАЗе Выиграла Дакар Уже Послушайте Да Но здесь Совершенно справедливо Люди пишут На сайте КамАЗ Выиграл Дакар А в том КамАЗе Что нашего-то есть Двигатель Каменс Или Мерседес Коробка немецкая Резина Мишлен Лигуди Нет Конечно Любая гоночная машина Как небо и земля Отличается От серийной И здесь Ну нельзя Пенять КамАЗу На то Что там нет Ничего серийного А как мы хотели Чтобы вот этого КамАЗ Пенять В Дафе Дероя Который Долгое время Шёл первым Даф 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 Вот И они выиграли Экипаж Каргенова В итоге Выиграл По решениям Судей А да Там было очень Даф Вообще Дорой Молодец Вот прямо уважуха Потому что с КамАЗом Вообще КамАЗ в зачёте грузовиков Единственная Мощнейшая Заводская команда На КамАЗ Работает целый завод Отдельный Такого больше В мире нет И тут конечно А что он там делает Этот завод Если всё Вот мы выяснили Вот эти машины Всё не наш Вот эти машины А вот он и делает С использованием всяких Комплектующих Это фабрика Как в формуле 1 Понимаете Всё 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 Понял Понял А в таком случае Дело не в том чтобы пенять Или не пенять Дело в том что Насколько у нас есть Основание гордиться Достижениями КамАЗа Всё равно есть Даже несмотря Если это фабрика Все справедливо Все справедливо говорят Что конечно Конкурировать с КамАЗом На который тратятся Колоссальные деньги Очень сложно Практически невозможно Тем не менее Вот люди типа Жерарда Роя Это делают Молодцы Но всё равно Победить заводскую команду Довольно сложно А скажи мне тогда Я уже наверняка задавал этот вопрос Ты наверняка на него отвечал Вот скажи пожалуйста Но это кстати Но это не умаляет Нет Конечно не умаляет Ты мне скажи Каким-то образом Конвертировались эти успехи Во что-нибудь Во что они могут Конвертироваться Не знаю Продажа Самосвалов Продажа КамАЗов Нет Препутацию марки Конечно нет Почему что значит Конечно Люди участвуют в этих штуках Для конвертации марки Нет Для монетизации Конечно А для чего Нет Чтобы этому самому Каргену было прикольно Или что Зачем Ну считайте да Мы это делаем Для того чтобы мы гордились Блин Ну это для России Ну как бы да И все Да А тебе мало Для России Нет Вообще-то нормально Нет КамАЗы Остаются вот серийные Остаются чудовищными По качеству сборки Это кошмар Потому что лучших Лучших самцов Они увозят на тот На тот завод На правильный Я не знаю Знаешь какой логотип Маркетинга для продажи Вы только не путайте Нет Вы просто представьте Если бы соревновались Вот как наши слушатели хотят Представляешь Выезжает мусоровоз Ну наверное уже загруженный Туда садится Чагин или Каргин Да И поехали Там 300 метров проехали Опять сломался Опять сломался Спецучасток 150 метров Зато Илюха Это было бы честно Это была бы наша гонка Третий год Но мы доедем Все господа Мы прерываемся 5533 В начале смс Слово Маяк Это наш телефон Господи Смс портал И сайт Радиомаяк.ру Пожалуйста пишите Дорожный просвет Собственная Есть 300 тысяч Она хочет купить машину А я говорю Надо еще подкопить 200 тысяч И взять что-то стоящее Пока не получилось Убедите Что Toyota RAV4 И ее вариант Использовать автогород Возить ребенка и тещу Ездить на работу Пишет нам Антон В общем жена Видишь Вообще удивительно Обычно женщины Ровно наоборот Мужики обычно хотят Хоть какую-то машину А жены говорят Давай подождем А тут у них наоборот Убеди пожалуйста Жену Антона Ну постараюсь Убедить Потому что На 300 Естественно Кроссовер Взять Ну практически Невозможно Нормальный А вот за полмиллиона Действительно RAV4 Это прямо Прямо то что Доктор прописал Совсем Это прямо будет Прекрасная штука Так что Антон Ну постарайтесь Настоять на своем И ссылайтесь на Авторитетный Мене Леонида Голованова Заместитель главного Редактора газеты Авторевью Так на секундочку Наталья Наталья из Москвы Продолжает эпопею С рывковым тросом С грузиком С этим объяснили Что это такое Эх Ленечка Ну Не вытягивали вас С поля Из осенней глины На пафайндере Рывковый Он же Динамический трос Машина должна В теории Выпрыгнуть Из грязи Но вот физика Мне непонятно Задается вопросом Наталья Нет обычно Для этого Используют Вот мы используем Всегда Тросы Или стальные Они Выносливы Да И хорошо работают Но рвать Ими машину Очень сложно Можно там Вырвать что-нибудь Или тросы Синтетические Капроновые Которые растягиваются Но вот я так понимаю Что это Но никаких там Ни грузиков А грузик для того Чтобы если он соскочил Там кто-то тоже написал В смс Чтобы никого Этим тросом Потом вот на этом После растяжения Сумасшедшего Никого не зашибло Я так понял По объяснению Наших слушателей Это вот Я честно До следующей программы Это вот Мой коллега По авторевью Константин Сорокин В этом дока Вот во внедорожности И во всех этих делах Я у него спрошу В следующий раз Рыбковый тросик с грузиками Все вам расскажу Тросик вернее Трос Да Но Вот Я всегда использовал Просто обычные тросы Старался Кстати капроновые Потому что Когда аккуратненько Подъедешь Выберешь Слабину Потом чуть-чуть И дернешь И как раз За счет Вот этого Растяжения троса Он как катапульт Вот наверное Вот смотрите А вот еще пишут Рыбковый трос Это тип буксировочного Только он толще И крепче Предназначен Чтобы вы наружке Вы дергиваете С грязи По самому помидору А грузики Это шаклы А может шкалы Нет Шаклы Это карабины Это не грузы Это карабины Нам же девушка написала А вот для этих грузики Может быть она Подумала Что это какие-то грузики Смешные А Да Может быть Ну может быть Ну может быть Извините Еще раз напишите И поймем Значит Сейчас Позвольте одну СМС Просто человек пишет Умоляю Только я потерял эту СМС В общем у него сейчас Мурана Да А думает он Над другой машиной А вот Вот Сейчас у меня Мурана шестого года Очень интересует Новый Nissan X-Trail Что можете про него сказать Когда он будет в продаже в России Известен для ценовой диапазон Спасибо Ирина Ирине хочется ответить Да Эта машинка будет Ну кстати да Она будет похожа на Мурана Это будет такая Мурана Лайт Это будет Чуть удлиненный Кашкай То есть теперь Кашкай И X-Trail Будут Практически одинаковы И отличаться Да И по дизайну И по конструкции И так далее Будут отличаться только длиной Вот Ну наверное Как-то Немножко По комплектациям Разведут Вот Будет он Я так думаю Чуть подороже Потому что Оснащение будет Получше Эта машина Совсем другая Нежели Старый X-Trail Вот Вполне Мы еще пока На нем не ездили Это все скоро Потерпите Скоро поездим Все расскажем Я думаю Я думаю Что это будет Вполне Хорошее Интересное Спасибо Добрый вечер Что надежнее И менее затратно В эксплуатации Freelander 2 Volvo XC90 Или BMW X3 Все 2009-2060 Годов Пробег Около 80 тысяч Спасибо Ну вот X3 И Volvo То есть Если Volvo XC90 Наверное Мне кажется По надежности Я думаю Что с X3 Они где-то Примерно Одинаково Может быть Volvo Даже Чуть По беспроблемней Если скажем С мотором 2.5 Turbo Взять Вполне Да? Да А может друзья Телефон возьмем Сейчас подожди Быстро Слушатели шутят Смешно Только Т6 не надо Слушатели смешно шутят Леонид Что взять Airbus Или Boeing Нет А есть специалисты Которые скажут вам Конечно Ну смотри Что важно Динамика Разгон Летать на Камчатку Там короткая полоса Ну и так Детей У меня 350 детей Просто Уже не влезаем В ТУТ-134 А вот теперь телефон Да Алло Алло Здравствуйте ребята Александр Североденск Здрасте Леонид Вот такой вопрос Загрелся на Супер Универсалы С дизелем И с ДСГ Что по нему скажете Еще будет Один против Маленький Да Хорошая машина Естественно Проблемки Могут быть Хотя Там ДСГ Вы знаете Там шестиступенчатая С мокрыми сцеплениями Она надежнее Да Вот Но в целом Автомобиль По Конечно Соотношению Того Как он едет И Сколько там Простора Это конечно Лучшее предложение В классе Вот Я тоже А проблемки Какие В чем могут быть Ну вот Например Ну вот смотрите У нас например В редакции Эксплуатируется Уже лет пять Как раз вот Дизельный Ну обычный Суперб Сейчас пробег Семьдесят тысяч Сломался Кронштейн Крепление Натяжного ролика Привода Ремня Привода Это очень страшно Вот пожалуйста Понимаете Да и второй вопрос Вот дочки первого машину Что-то типа Матиза Гетц Или вот Шевраль Такие маленькие есть Спарка Да Ну на самом деле Гетц Посоветую Потому что Матиз Хорошая машинка Но это все-таки Такая недомашинка А Гетц Это вполне себе Автомобиль Он очень надежен И он Вполне там И по пассивной Безопасности Нормален Да Это отличный Первый вариант Спасибо большое Удачи Спасибо вам За что 5533 В начале смс Слово Маяк У нас сколько 20 минут Еще друзья Давайте поинтенсивнее И мы тоже будем Покороче Поемче Хочу Для души До 10 тысяч Км в год 2030 Компрессор Или 320 Мерс CLK 2008 V202 V203 Ли 124 Можешь по русски Говорить Не просто Леха Он чемпион мира По читанию марок А потому что Нет Тут что-то написано Посмотри Кстати Леонид Простите за зонодство Но Деро Ехал на Ивека Пишет человек А на Нинадафе Ну видимо да Вернее даже на Генафе На базе Ивека Пишет Алексей Из Москвы Действительно Я тут наверное По старой памяти По старой памяти Вот Да Ну в общем Попробовать тебе Еще раз цифры назвать Да 230 компрессор Или 320 Мерс CLK 2008 V2002 Или V2003 Ли 124 Пробег 300-400 Км Критично Спасибо Я бы наверное Выбрал с V6 Мотором А не с компрессором Это наверное То есть он будет Более прожорливым Но Я эти моторы Люблю больше Чем компрессорные Вот на А это еще Миллионники Судя по пробегу 300-400 Нет уже Нет Не миллионники Но они Они Надежные Ну то есть 300-400 Еще вам сколько-то Проездит у этого человека Да Слушай На Наташу Мы обидели Похоже Почему Нет Вы издеваетесь Мои дорогие Я не маленьком Пежо девочка Думаете Шакла не отличу От спецгрузиков Надеюсь На обещание Леонида Помочь разобраться Всегда ваша Наталья Я Москва Все Давай на Наташу Обидимся Потому что вот мы Например Не можем разобраться В этом Что мы Девочки из маленьких Пежо что ли Вот именно Ну в каком-то смысле Мы софисты Еще тем Мы тоже Крайслер Пятикрузер 1.6 или 2 литра Механика или автомат Для города Ну Естественно Автомат Менее надежен Что говорить Но мне кажется Что если уж покупаете Американский автомобиль Да Даже такой как Пятикрузер Ну Все таки автомат А не очень Да Машенька Ну так Она конечно проблемная Вот С возрастом Причем количество проблем Растет Поэтому Ну Будьте готовы А вот 1.6 или 2 Я уж честно говоря Блин Давно это было Я не помню На котором Я ездил И на каком Ездил мой коллега По авторевью Как раз Костя Сорокин Поездил Где-то 100 тысяч Он откатал На Пятикрузере Вот И было всякое То есть он в целом Автомобилем Был доволен Но слез с него В общем С удовольствием Да Потому что это накопилось По-моему Двухлитровый у нас был И мне кажется Что все таки Машинка Вот по тяге По запасу Да Лучше все таки Два литра Еще можно вопрос Добрый вечер Уважаемые Раздумываю Приобрести Либо Мерседес 180 Либо БМВ 3GT Про Мерседес Наслышан из вашей программы А вот БМВ 3GT Ни слова Спасибо Андрей Ну вот Я еще не ездил На трешке GT Коллега мой Ездил И остался В целом Довольным Эта машинка Такая Опять же Вот как я Рассказывал Про пятерку Это вот как раз Вот туда Да Такая Эта машина Более просторная Чем обычная трешка Более спокойная Более плавная Такой вот Гран-туризм Вот То есть В целом Как раз В мерседесовской идеологии Вот И тут надо Смотреть Что Больше нравится Я бы Наверное Черт ее знает Просто Ну понятно Что GT Это хэтч И мне нравится Эта форма кузова За свою универсальность Вот Но Мерседес Мне Нравится Может быть Там Цельностью характера Понимаете Да Потому что Да Понимаю Вот когда я Когда я беру Комфортный Мерседес Я понимаю Да Что это Мерседес Он таким должен быть От BMW Я все-таки Жду Какой-то Напора Динамики Драйвухи Понятно Слушайте Вы смотрите СМС Ну и по надежности Кстати Все-таки Мерседес Пока чуть там Все получится Вот СМС Видно Человек набирал СМС И нечаянно Нажал на кнопку Отправить Он успел написать Вот такие слова Эдуард Пасква Так Все Берите СМС Эдуард Напишите еще СМС А теперь важно Подождите Человек сидит в салоне Да ладно Он ждет Твоего комментария На Садовом Кольце В Москве Человек сейчас видел Рено Твизи Твизи Человек ехал в шапке Рено Твизи Чтобы вы понимали Это такая Представьте себе Два велосипеда Так А да Поставленные рядом С Между ними Человек Да Между ними человек сидит Правда что ли Да абсолютно Рено Твизи Да Слушайте Для Алжира они производят Человек Не ну это Они в основном Для Европы Естественно Да Да И это электромобиль С максимальной скоростью Около 80 км в час Открытая всем ветрам Фигня То есть Слушайте Это бы просто Друзья при наших Минус 16 Я снимаю Да Вы шапку не снимаете А я снимаю Конечно Молния Спасайте Сижу в салоне Смотрю Паджеро Спорт Дизель Нужна безопасность Залезть дальше трактора Не разориться на топливе Виталий пишет Нам Давайте ответим Виталию Это хорошая Надежная машина Хотя и Устаревшая Слегка И я рекомендую Еще посмотреть Новый Chevrolet Trailblazer Который Аналог Который по цене Примерно То же самое И который По городу Едет Чуть лучше Ага Спасибо Надеюсь что мы помогли В данный момент Катаю на Renault Megane Grand Tour 2 Бензин автомат Хочу Renault Megane Grand Tour 3 Дизель автомат Уговорите меня Спасибо Ты смотри Кокетливый Из Татарстана Написал Нормальная машина Тем более Что дизелей Здесь В этом сегменте Не так много Вот Я бы еще Рассмотрел Например Сит СВ Вот Прямо Рассмотрел бы Вот так вот Уговорили Извините Эдуард написал Смог Значит Джип Grand Cherokee Или Touareg Новый Что взять Джип нравится больше Пугает надежность Эдуард Москва Ну Пугает надежность Чего Джипа Или Touareg Джип нравится больше Но пугает его Потому что У Touareg В общем Шлейф Ну вот Как поведет себя Новая машина Мы еще не знаем Но у предыдущего Touareg Проблем было Едва ли не больше Чем у Grand Cherokee Да Да Ты понимаешь Есть такой непростой выбор То что все таки Оба они ведь известны Своим Нет нет Они Это оба Автомобили очень хорошие Ну да Это понятно Вот И на мой взгляд Touareg Более Как бы легковой Да Хотя он И по проходимости Тоже неплох А Grand Cherokee Более такой Настоящий Внедорожник Более такой Брутальный Вот и выбирайте Смотрите Да Смотрите Что тут Я предпочитаю Читать сегодня СМСки Шутливые Ироничные Молодец Выбрал себе роль Да Вот пишет человек Из Москвы Москвич 21-41 1993 года Белый Пробег 120 тысяч километров Внимание Каких проблем Ждать А что На 41 Ставили Реношный Двигатель Нет Были Реношные Я помню В 90 Были Шестерочные Реношные У меня был 41 С уфимским Мотором И я уже Мне кажется Рассказывал Что это был Худший автомобиль В моей жизни Да Абсолютно В нем Ломалось все То есть коробка Когда Блин Когда мы Разобрали эту коробку То есть я понял Почему она не работает Коробка Это реально коробка Из-под телевизора Я не понял Почему она работала Это кошмар В общем Никаких проблем не ждать Вы можете просто купить Одну большую проблему Если автомобиль Конечно дожил Вот представляете С 1993 года Он дожил 120 тысяч километров пробега Это прямо да Если он у вас Не сгнил еще Ну берегите его Это прям уже Классик кар Давай мы сейчас Прижнемся ненадолго Ладно Дорожный просвет С Леонидом Головановым Дорожный просвет Друзья Страшная дилемма Выбираю Porsche Boxster S 2005 года Механическая коробка передач Или 911 996 2001 года выпуска Пробеги одинаковые Оба кабрика Boxster на продленной гарантии Что доставит больше удовольствия Чего ждать по сервису Огромное спасибо за ответ 911 доставит больше удовольствия 911 да Берите 911 Еще одна короткая смс Ответьте же ребят Или вы только Прокупи продай болтаете Руль стоял криво Начинает свою историю Дима Да Сделали сход развал Выровняли руль Через день опять стоит криво Но в другую сторону Машину не ведет Машину главное не ведет Машину машину не ведет Октавия А5 Дима Прямо Дима У вас прямо Какая-то аномалия У меня такое было Дима это аномалия Не у меня было такое На Opel Astra у меня такое было Тоже руль стоял криво Сход развал сделали Все стоит ровно А руль Ну как бы колеса ровно Машину не ведет А руль стоит криво И ничего Я так и не понял Я запомню Мы же ездили на той машине Нормально она ехала У меня был до Astra Я когда продавал ее Все время в поворот Ходил и говорил Смотрите как она рулится Все чтобы он не понял Потому что если напрямую поставить Ну видно руль стоит криво Я бы Вот такой Я бы приехал туда Где делали сход развал И попросил бы их Ребят смотрите да Попросил бы их Сделать еще раз Сход развал И скажем Ну переставить руль прямо И ну надеюсь Забыть про это Ты представляешь На иномарке Там же блок аэрбэга Там все пироги Ну это все равно Это все переставляется По шлицам и все По шлицам надо сделать Потому что по шлицам Надо приехать По шлицам Ну давайте этим людям Послушать правда И пообещайте кардан Натянуть Натянуть И все вам сделают Алло Алло Здравствуйте Здрасте Да ребят здравствуйте Рабан зовут Москва Сейчас езжу на гольфе На третьем ВР6 Ну как бы он уже старенький Такой достаточно аппарат Хочется поменять Купить что нибудь Такое в районе 800-900 тысяч Кроссовер Визель Автомат Что нибудь можете посоветовать Вот склоняюсь к Туарегу Но как бы вот сейчас Предыдущий постер Очень хорошо Отзываются Да 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 Там есть проблемки Он мне нравится Такой вот он душевный Как мне кажется Аппарат Такой же как и Гольф 3 ВР6 Нет он хороший Он по езде хороший Это все Но автомобиль проблемный Очень много проблем Там специфических Да И по подвеске И по электронике Поэтому Ну что Совет один Если нравится этот автомобиль То находить Искать хорошую машину Из хороших рук Диагностировать В том сервисе Где вы будете ее Соответственно Вести потом Ну и потом Значит Ну отложить Какие-то деньги На На какие-то Возможные неисправности И почитайте Мы в авторевью Писали про У нас был отчет В рубрике Вторые руки У нас был подробный Отчет По Туарегу Здравствуйте Я думаю Ты очень коротко Отвечешь на этот вопрос Здравствуйте Муж болеет Субару В данный момент Ездит на GC8 Купе STI Когда это кончится Настя Никогда Я знал Что так отвечаешь Это абсолютно Это все равно Что ты спросишь меня Когда я слезу с Эволюшина Да Настя Никогда То есть Может быть Он когда Взрослеет Ну да Бывает такое Люди Пересаживаются Например На там Ну там Скажем На полноприводные Трешки Или уже Там Тогда уж Я не знаю На какие-нибудь Порш Пономера Полноприводные Но Все равно Даже эти машины Не дают Того кайфа Которые дают ССТИ Я уж не говорю Про Эволюшин В общем Жену ждет Такая пересадка Только дороже будет Нет Это диагноз И лучше Не надо Не надо его трогать Илья Не обижайтесь Могу Аку в багажнике Покатать Тросиком потягать Наталья Москва Женщины В русских Солениях И квашения Ну все Я поменял Аку На две Аки другие Аня 20 лет Нам пишет Из Баскартостана Из Башкирии Я не знаю Как так у вас Удалось в жизни Аня Но вот Аня 20 лет Умоляю Какую машину Взять на первое время Есть 700 тысяч С собой сейчас Ну 20 лет Человеку Ну Леня С собой В кошельке 700 тысяч Может быть она Талантливый дизайнер Например В 20 лет А почему нет В 20 лет А в 6 Ты видел талантливый дизайнер А в 3 А это то же самое А эти какие-нибудь там Моцарт Когда там начал играть В 4 года Да Но записался Написался роковую Не в 5 Ну Вот Не он начал играть Но что он играл Никто же не говорит Да В общем Это в лучшем случае Да 700 Это Вот автомобильчик Типа Ну вот Например там Киа Рио Хёнде Солярис Даже Где живёт Анна у нас Анна живёт у нас Хочешь заехать В Башкирии В Башкирии Главное что живёт Неплохо Вы лучше в Москву Приезжайте Так Поговорим Вот вам и ответ У Рио У Рио И у Соляриса Проблемы Это очень хорошие машинки Как мне кажется Для вас Просто у них подвески Для плохой дороги Не очень подходят Вот Ещё обратить внимание Например на тот же Фольксваген Поло Который тоже Вполне укладывается В эти деньги Вот Или может быть Там тот же там Шевроле Круз У меня вот тут была Была смс Типа почему вы не рассказываете Про Шевроле Круз Он не машина что ли Нет автомобиль Автомобиль Он как раз Он как раз Вот в эти деньги Он чуть дороже Чем Класс Б плюс Чем те же там Рио В них можно влезть Да Да Вот И сейчас там Цены такие неплохие На эти машины Вот А вот кстати смотри Во первых Предлагают по поводу Перекошенного руля Подкачать колёса Ну так вот Чтобы одно накачать Вот так Другое вот так И он тогда Ну я не знаю Я не очень разбираюсь А вот смотрите Очень хорошо люди Реагируют из Питера Шутливая смска Ну как Питер Андрей Почему же я не заметил Был Гранд Чироки WJ Пришлось продать Есть 900 тысяч рублей Выбираю XC90 дизель Но стоит ли смотреть XC70 Такая шутливая смска Гады Знают как нас Да Абсолютно Стоит Да Стоит Пожалуйста Андрей Прошу ответить Есть полтора миллиона А нравится Мерседес МЛ Какой двигатель советуете Какие могут быть проблемы И есть ли альтернативы Жене Санкт-Петербурга Женя он или она 350 Вот просто 350 Вполне За полтора Можно взять Хорошую машину С нормальной историей И будет вам счастье Это не новая Не новая конечно Сколько летней Новый Это извините Это два с половиной Минимума 350 Друзья Давайте кратенечко Примем звонок Ладно Время совсем мало Алло 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 Быстро 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 Прошу вас Здравствуйте Роман Москва Выбираем машину Семейную В основном Эксплуатировать С женой С детьми И периодически Там за город Остановились на Соренте Либо Тойоту Венза И вот Фактически Уже стоим На перепутье Что выбрать И тут вдруг Еще подвернулся Хороший знакомый Продает Мазда Цэк 7 За миллион Получается Там Утаптывайте Смотрите Я очень люблю Цэк 7 Это очень хорошая машина Особенно Если она с аудиосистемой Боус У нее Минус Высокий расход Топлива Это 17 литров Потому что Это турбомотор Да Я надеюсь Что он Да Но машина хорошая Утаптывайте его Миллион Это дороговато Вот Утаптывайте Из чего мы Ребята тоже пришлем Вместе утопчем С новым Соренто И с Вензы Которые там В 1.6 В 1.7 Выходят Да Я бы выбрал Может быть даже Соренто Если У Вензы Просторнее Задние сиденья Вот А Соренто Как мне кажется Едет более По-европейски Вот так Спасибо Так друзья Ну что Мы ничего особенного Содержать Но больше не успеем Ну вот смотри Спрашивают Почему никто не пишет Про Рено Лагуна Купе На мой взгляд Машины Выглядит Думаю Проночительно Почему их очень мало Даже в Москве Что же с ней не так Что за загадка Это французы И кому нужна Лагуна Купе Антон Кому нужна Лагуна Купе Это же французы Даже в Москве Вот именно Есть такие вот Лагуна Купе И Hyundai Genesis Понятно Парадоксальные машинки Да Все прощаемся Спасибо тебе Леонид До встречи через неделю Да Друзья И вам спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok